Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем говорить о Дне Преображения Господня. Это событие имеет огромное значение для всех верующих в Иисуса Христа в применении к обстоятельствам нашей будущей вечной жизни. Ибо все, что делал Христос, Он делал нас ради человека и нашего ради спасения. Поэтому сегодня мы сначала поговорим о событии Преображения, так как оно описывается в Евангелии от Матфея, 17 глава с 1 стиха и ниже, а потом об этом же событии в применении к будущности всех верующих во Христа Иисуса. Итак, 17 глава, 1 стих, евангелист Матфей пишет, «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». Здесь возникает естественный вопрос, почему Христос делает свидетелями своего чудесного преображения не всех апостолов, а только трех. Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вспомнить слова Христа из Нагорной проповеди. Это 5 глава, 17-18 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть Христос всякое свое действие соизмерял с Божьим законом, научая и нас с вами воспринимать закон Божий как Господне руководство к действию. Итак, почему он берет только трех апостолов? Потому что в законе Божьем, это книга второзакония, 17 глава, 6 стих, говорится о том, что любое событие удостоверяется по словам двух свидетелей или трех свидетелей. Поэтому он берет именно трех, то есть то необходимое число, даже сверх необходимого, достаточно было бы и двух, он берет трех, чтобы точно придерживаться букве закона Божия. И эти трое потом будут свидетельствовать о чуде преображения Христа другим апостолам. И уже через них об этом чуде будет возвещено во всей Эйкумени, то есть Вселенной. По прошествии дней шести, здесь мы видим в этом числе шесть, что это событие происходит по прошествии дней шести, некий Ремис, Ремис по-еврейски это намек. Шесть дней люди делают обычные дела свои. Так сказано в 20 главе книги Исход. Значит, то, что по прошествии дней шести, для чего Матфея об этом пишет, это что-то невероятное, это то, что выходит за пределы нашего будничного восприятия жизни. И, как я неоднократно поясняю, в Библии говорится о том, что Бог действует в этом мире чаще с сокрытием своего лика, когда его присутствие в этом мире мы не распознаем. Но иногда Бог действует в этом мире с открытием своего лика, проявляя явным образом свое присутствие. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Происходит чудо преображения Христа. Нам надо вспомнить теперь, братья и сестры, что накануне этого события, это видно в Евангелии от Матфея, «Христос беседовал со Своими учениками о необходимости крестоношения и говорил, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Это 16 глава Евангелия от Матфея, 25 стих. И возникает вопрос по поводу этих слов Христа. Он призывает взять крест и следовать за ним. Куда следовать за ним? Ради чего христианин должен терпеть гонения, скорби и, возможно, и саму мученическую смерть? Так вот, чудом преображения он обозначил будущую цель для каждого из нас. Ибо и лучник, когда стреляет из лука, он должен знать направление, в которое он обратит свое лицо и в эту сторону он будет стрелять. Таким образом, призвав учеников к необходимости крестоношения, на горе Фавор он являет им ту славу, которую ожидает каждого верующего в Иисуса Христа. «И преобразился пред ними». Кто преобразился? Бог или человек? Бог абсолютно неизменяем. Бог не может измениться ни в лучшую сторону, тем более ни в худшую сторону, потому что Бог абсолютно самодостаточен, и в Новом Завете о Христе прямо сказано, что в нем нету и тени перемены. Так что же такое преображение? Это когда он действует с открытием своего лика. Он тот же самый. И преобразиться может том, что за внешней формой как бы скрывает внутреннее содержание. Божество неподвижно, божество неизменно. Во Христе нету и тени перемен по его божеству, поэтому он являет славу своего истинного человечества в преображении и как бы приподнимает завесу таинственности, чтобы явить славу своего собственного божества. «Итак, лицо его просияло, как солнце». Кстати, в Писании говорится, что верующие тоже просияют, как солнце. «Одежды его сделались белыми, как свет». Белые одежды, как учат святые отцы, это угодники Божьи, потому что Господь как бы облачается святостью своих угодников, и они как бы одежды его. Ведь Христос есть глава церкви, а церковь есть тело Христова. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Моисей является как законодатель, а Илья является как представитель пророческого чина всех пророков. Когда мы читаем книги царей, мы видим, что пророк Илья был руководителем пророческих школ, когда пророки жили целыми группами, общинами, и были целые селения, города, где обитали только пророки. О чем же беседуют Моисей и Илья со Христом на горе Фавор? Моисей – законодатель. О Христе мы знаем из Нового Завета, что Он умрет по закону. По закону. Что значит умрет по закону? В законе Божьем сказано «проклят висящий на древе», и Христос повиснет на древе, чтобы взять на Себя проклятие наших грехов. В законе Божьем сказано, что не бывает прощения грехов без пролития крови, и он будет истекать кровью. Закон устанавливает за грех смерть, и он умрет на кресте. Пророк Илья, как представитель всего пророческого чина, он как бы свидетельствует о том, что все пророки говорили о Христе, что в жизни Христа исполнение свидетельств всех пророков, ибо они говорили о Христе, так как в Ветхий Завет есть детоводитель ко Христу. С другой стороны, пророк Илья – это пророк, который в живом теле был вознесен на небо, а Христу предстояло вознестись на небо по воскресению из мертвых. О пророке Моисея мы знаем, что его тело не нашли после его смерти. И тело Христа не найдут во гробе, гроб будет пуст. Поэтому эти две фигуры, Моисей и Илья, это не случайные фигуры. При сём Пётр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Илья. Возможно, что в это время был праздник Суккот, и Пётр поспешил сделать кущи, как это было принято в еврейском народе. И он хочет сделать кущу для Христа, для Моисея и для Ильи. Эфимий Зигабен, учёный, византийский монах XII века, говорит, что такое действие Петра, слишком импульсивное, проявляет в нём как бы священное безумие. Он не знает, что бы сделать, чтобы это состояние радости на горе Фавор, оно бы не прекращалось. И он предлагает Христу, Моисею и Ильи поселиться на этой горе. И вот эти его слова «хорошо нам здесь быть». Я бы, может быть, при входе в каждый храм повесил бы эти слова «хорошо нам здесь быть». Потому что общение с Богом действительно приносит радость и велие утешения душе каждого верующего. Когда он ещё говорил «се облако светлое осенило их», а облако светлое по истолкованию отцов символизирует собою действие Духа Святаго. «Исе глаз из облака глаголющий» это глаз Бога Отца, «се есть Сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение». Его слушайте. Но мы ранее слышали эти слова, когда читали тоже Евангелие от Матфея, где в начале этого Евангелия рассказывается о крещении Господнем. Там тоже из осеняющего облака звучало свидетельство Бога Отца о Сыне, но там есть отличие. Тогда было сказано, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение». И всё. На фаворе Господь прибавляет. Его слушайте. А почему в день Богоявления, крещения Господня, Бог Отец не сказал о Сыне Его, слушайте? Имеется в виду, что тогда Христос не произнёс ещё ни одной своей проповеди. А между крещением и преображением Господнем была и на горной проповедь, были многие великие духовные беседы и наставления, в том числе на горах. Почему в случае с тагорной проповедью и в случае с преображением Христос возводит своих учеников на гору? Он как бы показывает им, что на этом возвышении будет говориться о чём-то более чем возвышенном. В понимании евреев горы это не случайные объекты. Они свидетельствуют о величии божества, как апостол Павел пишет, мы познаём Бога невидимого через рассматривание творений видимых. Сами иудеи некогда получили закон Божий с горы откровения, где боговицу Моисею Бог дал священное скрижали. Если крещение Господне символизировало собой умирание, когда человек погружают в воду, это символ смерти. И действительно, когда Христос взял на себя грехи мира, он умер на кресте. То преображение Господне есть символ его воскресения, неспособности для смерти удержать его во гробе. И действительно, когда он воскрес, он высиял великим светом наподобие того, что апостолы видели на фаворе, и от величия этого света воины побросали свое оружие и разбежались. «Когда евреи на горе Синай слышали голос Бога, они пришли в ужас, они стали умолять Моисея, ты разговаривай с Богом и пересказывай нам слова Его. Мы боимся, ибо человек не может слышать Слово Бога и остаться жив». И когда апостолы услышали глаз Бога Отца, мы читаем о их реакции, и услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Они проявляют великую богобоязненность, а как мы знаем, страх Господень, начало премудрости. Но Иисус приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Христос часто говорит эти слова «Не бойтесь, не бойся». В нашем мире мы постоянно чего-то боимся. Мы боимся старости, мы боимся неизлечимых болезней, мы боимся, что мы потеряем работу, мы боимся, что к нам изменят отношения наши друзья, знакомые, близкие. Мы все время чего-то боимся. Христос говорит, «Не бойся». «Не бойтесь», говорит он на горе Фавор, обращаясь к своим ученикам. Причем он приблизился к ним, прикоснулся к ним и сказал, «Встаньте и не бойтесь». И далее, «Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Вот здесь Господь уже действует с сокрытием своего лика. Но в этих словах нет никакой ущербности. Они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Но разве для нас недостаточно одного Иисуса? Ведь о Христе сказано, что Дух Христов из древних говорил в пророках. Разве для нас недостаточно иметь одного Иисуса, как апостол Павел восклицает, что ради преимущества Христе он готов все почитать за ссор, то есть за мусор. Во Христе мы имеем общение и с Богом Отцом и с Духом Святым. Христианское мировосприятие, оно глубоко христоцентрично и глубоко тринитарно, потому что, как сам Сын Божий говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. А действие Духа Святаго он говорит, «Я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго во имя Мое, Который научит и наставит вас на всякую правду». Следующий вопрос, который мы должны рассмотреть о свидетеле чудо преображения. Мы уже выяснили, почему Моисей, почему Илья, «Почему именно три апостола?» Ну, а в целом, на самом деле на это обращает внимание блаженный Ироним и говорит, это были свидетели, один свидетель с неба, пророк Илья, который живьем был взят на небо, вихрь огненной колесницы, другой свидетель из преисподней, из ада, это Моисей, все висказательные праведники находились в аду до того момента, как Христос, сойдя в ад, не вывел их оттуда, но это уже будет после его смерти, в преддверии его воскресения. И три свидетеля с земли, таким образом, и небо, и преисподняя ада, и мир людей, живущих стали свидетелями преображения. То есть это событие имеет огромное, колоссальное значение для всех, даже для таких обитателей неба, как Илья, и даже для тех, которые находятся в аду. Почему? Как я уже сказал, все, что делал Христос, Он делал все нас ради человека и нашего ради спасения. И смотрите, что пишет апостол Павел, это посланник филиппийцам, третья глава, 20-21 стих, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа», то есть в его втором пришествии. А для чего мы его ожидаем? Слушаем внимательно, 21-й стих, «Который», то есть Христос, «Уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою», то есть силой Духа Святаго, которую он, Христос, действует и покоряет себе все. Он показал ученикам цель, ради которой можно и терпеть, испытывать гонения и даже мучительную смерть. Преображение ждет всякого верующего. И мы знаем из Библии, что действительно спасенные высияют как солнце, их лики будут источать свет. И следующий текст, который для нас очень интересен, это первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Здесь Иоанн Богослов, свидетель преображения Господня, кстати, он пишет, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». А для чего это уточнение? Потому что увидим Его, как Он есть. Мы знаем из Нагорной проповеди, чистый сердцем Бога узрят. И очень важный для нас текст – это первое послание Коринфянам, 15 глава. Сейчас мы откроем с вами этот текст. 45 по 49 стих. Здесь апостол Павел пишет, «Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, то есть поселенной на земле, а последний Адам, это Христос, есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, то есть созданный перстами Бога, из праха. Первый человек из земли перстный, второй человек, то есть второй Адам, Господь с неба, Господь наш Иисус Христос. Каков перстный, созданный из праха, таковы перстные, и каков небесный, таковы и небесные, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Праздник преображения обозначил светлую цель для всякого верующего в Иисуса Христа Господа нашего. И есть еще одна причина этого события, чудо преображения. Господь преображается перед учениками накануне своих страданий и своей смерти, чтобы, когда они увидят его в уничижении, распитым и умершим на кресте, они бы осознали, что это страдание вольное, то есть добровольное. чудо преображения Господне это свидетельство о том, что ожидает всех верующих в Иисуса Христа действия его благодати. И в православном богословии очень большое значение отдается тому, что такое фаворский свет, когда уже в этой жизни люди должны проявлять его присутствие. Как в Нагорной проповеди Христос и говорит, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Поздравляю всех с праздником преображения Господня. И пусть свет фавора проникнет в ваши сердца, в сердца ваших родных и близких наполнит не только наши храмы, но и наши дома, квартиры и избы. Братья и сестры, подписывайтесь на сайт Экзегет, чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах, для того, чтобы назидание к тому или иному празднику находило бы вас накануне этого праздника. С праздником всех! Спаси Господь! Субтитры 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 Субтитры